А вот у нас есть госпиталь, который у нас, ну, тоже так же, как супермаркет, он однозначно, мне кажется, будет где-то использоваться, потому что он, в принципе, прорисован так. Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами снова я, Лёха Смертник, и сегодня вместе с вами будем исследовать секретные локации в игре Hello Neighbor. Либо, хоть я сам и не сильно хочу играть в Hello Neighbor, так как она уже давно пройдена, про следующую альфу, либо в это еще пока ничего не известно, но, так как вы просите, давайте все-таки побегаем по всяким разным рода секретным локациям на этой игре. Как мы помним, здесь у нас невидимая стена, но я поставил себе небольшой чит, за счет чего я пройду дальше за стену, и мы исследуем, исследуем всю территорию вокруг, что же нас здесь ждет. Я здесь ни разу не бегал, сейчас я буду бегать первый раз с вами, поэтому я буду бегать именно по местам, которые у нас как-либо подсвечены, как это спереди. Давайте немножечко ускорим игру, ну почему-то, кстати, почему-то не хочешь ускоряться, игра, давай, просто возьми и ускорись. Давайте здесь бегаем по всем этим локациям, наконец-то посмотрим. Ребят, если вы хотите больше роликов, то, конечно же, напишите в комментариях. Блин, видите, даже гром, мне кажется, он не просто так произошел. Мне почему-то кажется, что в январе у нас, к сожалению, не выйдет новая версия, а соседа, скорее всего, она выйдет только в феврале. Хотя подождем, мало ли, может быть, разработчики скоро что-то анонсируют, но, как помнится, еще в декабре, примерно к этому этапу, они уже заранее все анонсировали, показали. Тем более, данные видео вы все видели уже на других каналах, как люди бегали по другим локациям, все исследовали, поэтому я, если честно, не вижу особого смысла пилить много роликов про Хеллоу Нейб, если вы и так это уже все видели. Так, почему же все-таки мне вот так? Подождите, сейчас я попытаюсь все-таки ускорить... Ой, не-не-не-не-не, сейчас я замедлил скорость. Так, нормальная стала, да, нормальная. А вот так она должна была у меня увеличиваться, но почему-то она не хочет. Ой-ой-ой-ой-ой, куда я полетел? Что я нажал-то, блин? Ну, кстати, тем не менее, оказался чуть ближе, чем я был. Как мы прекрасно понимаем, то есть у нас есть множество уже проработанных локаций именно в Альфа-3, то есть они сделаны не просто так, то есть, понятное дело, что это слишком удалено от дома специально, чтобы мы это не видели. Это у нас какой-то здоровенный супермаркет под названием «Золотое яблоко». Так, а можно ли зайти туда внутрь, посмотреть? Нет, к сожалению, внутрь мы не можем зайти. Скорее всего, этот супермаркет будет использоваться для каких-то кат-цен, чтобы рассказывать какую-то историю об игре. Таких строений здесь довольно-таки масса, насколько я знаю. Сейчас мы побегаем в все эти строения, посмотрим вместе с вами. Так, ну, текстурки, текстурки у нас что-то здесь как-то особое не завезли. Ну, в принципе, они здесь не нужны. Я так понимаю, будет сделано множество кат-цен. Возможно, это даже будет в дальнейшем каким-то игровым объектом, где мы будем, там, не знаю, либо маленьким бродить, либо еще что-то. Так как в игре в финальной версии все-таки будет рассказываться какая-то большая длинная история. И геймплей обещает порядка на 15 часов. Ну, хотя и есть, честно сомневаюсь, как можно 15 часов пробыть в одном доме? Скорее всего, должно быть, по идее, несколько домов. Ну, я в этом, к сожалению, на 100% не уверен. Так, ладно, ребят, супермаркету мы сбегали. Куда бы нам сбегать-то еще бы здесь. Так, почему-то, почему-то мне не хочет работать тренер. Сейчас, секундочку, ребят, я посмотрю. Что же у нас здесь такое? Что же происходит-то? Да, он должен у меня ускоряться на клавишу F5. До этого это все работало, но теперь это почему-то не хочет у меня работать. А, вот-вот-вот, отлично, все, мы ускорились. Теперь мы быстро бегаем, попытаясь побегать и бежать, я не знаю, все вот эти вот светящиеся дома, объекты, посмотреть все это везде. Тренер, мне кажется, вы без проблем все же давно скачали. Все, кто хотел посмотреть, глянули, блин. Извиняюсь, что я вот так вот взял, пропал на несколько дней. Ну, как говорится, что-то... О, блин, да? А, ну вот, кстати, у нас как раз это место, где мы проезжаем в трейлере, откуда наша машина выезжает, откуда-то оттуда сверху. То есть используется именно в трейлере. Здесь у нас какая-то заправка. Так, внутри нее, конечно же, ничего нету. Она так сделана для антуража. Ну, хотя я даже не помню, есть ли она в начальной заставке или нет. Давайте сейчас, наверное, мы сделаем такой прям здоровенный кружочек по всей этой территории. Да, вот именно, вот, вот она, да, наша начальная самая дорога, где едет машина. Welcome to Alpha 3. То есть именно здесь запускали машинку, снимали и вот это все решили оставить в трейлере без проблем. Так, мне вот интересно, а можно ли добраться до того здоровенного светящегося города? Почему-то на процентов 200 я уверен, что нет. Здесь какие-то здоровенные просто джунгли. Да что ж ты так бахаешь-то, не пугай меня так сильно. Видим какое-то озерцо, кучу домов. Да, у нас здесь как раз расположен наш дом, дом соседа. Сейчас бегаем в эту сторону, посмотрим, что у нас здесь вообще ждет. Что есть у нас здесь интересного. Я попытаюсь обойти всю карту. Но потом можно, по идее, если вы хотите, там, снять, к примеру, облететь весь дом, везде все посмотреть, какие-то скрытые места. Вот у нас есть госпиталь, который у нас, ну, тоже так же, как супермаркет, он однозначно, мне кажется, будет где-то использоваться. Потому что он, в принципе, прорисован. Так, сейчас попытаюсь зайти внутрь. Так, чуть-чуть не так. Внутрь у нас нельзя зайти. Можно обойти только вокруг. То есть видите, какая проработка. Вокруг поставили множество машин, скорее всего, то есть уже в следующая альфа. Хотя я почему-то думаю, что в следующая версия у нас, скорее всего, выйдет уже какая-то бета. То есть такая уже будет более дополненная, более цельная. Именно поэтому они, скорее всего, решили взять небольшой перерыв. Ну, хотя был Новый год, ребят. Поэтому, я думаю, разработчики тоже люди. Они решили отдохнуть. Ну, хотя, как они, так сказать, по традиции, обычно выпускают где-то в конце месяца. Ну, почему-то я сомневаюсь, что выложат в конце месяца. Но если выложат, это, конечно же, будет круто, ребят. Ну, вот я именно почему-то сомневаюсь в этом. Я думаю, что они сейчас ее допили так получше. Выпустят, скорее всего, уже следующую там не альфа-4, а уже запили сразу бету. Так, ладно. Мы, ребят, видим, что до домов мы не можем здесь никогда идти. Госпиталь, госпиталь. Мало ли что, да. Мы, тем более, знаем, что у соседа что-то случилось с ребенком. То есть, вполне вероятно, что он попал именно в этот госпиталь. Что-то, может быть, авария была. Так, машины постоянно вот эти разбивающиеся, которые мы помним еще с первой альфы. Так, что у нас еще здесь есть? Интересно. Давайте сбегаем до того, наверное, завода. Попытаемся добежать, посмотреть. Может быть, там работал наш сосед. Я почему-то не склонен выкладывать какие-либо именно теории по данной игре. Потому что это надо сесть, продумать. Блин, в итоге ты что-то скажешь. А, блин, скорее всего, так. А в итоге это окажется не так. Потому как-то я вот, честно, не горю особо желания. Вот завод, завод интересно. Он горит, по крайней мере, окна горят. Я пробегу сейчас, наверное, по всем домам, где горят окошечки. Вместе с вами посмотрим. То есть, специально сделаем чуть-чуть подольше видосик. Все ради этого. Так, надо бежать. Надо очень быстро бежать. Главное, не падать в воду. Потому что наш герой не умеет, к сожалению, плавать. И если вы, ребят, знаете какие-то фишки, приколюхи, вы пишите в комментариях. Я тут мельком чуть-чуть облетел дом. Нашел некоторые локации, куда можно зайти. Так, 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 так. Стой. Стой, блин. Не падай. Не нужно тебе воду. Ну, не нужно туда тебе. Я тебе говорю, блин. Так, ну давай, долети хотя бы до сюда. Нам нужно, 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 нужно просто подняться к этому заводу. Посмотреть, что же там. И вообще реально ли это сделать. Так, кстати, по-моему, если нажимаешь F6. О, вот, вот, вот. Блин. Так, ладно, окей. Сейчас мы... Так, так, так. Прямо, прямо, прямо. Опять F6. Так, не туда. F6. Вот, ребят. О, все, отлично. Долетели, блин. Ну, чуть-чуть неудобное управление с этим тренерами. Все-таки, видите, завод у нас светится. Причем, прям, блин, омерзительно так светится. Но это, скорее, все-таки какой-то вряд ли это будет использоваться в каких-то роликах. Ну, хотя, кто его знает. Но он, в принципе, не проработан. Он такой, так сказать, какой есть, чтобы издалека виднелся город, казался более большим. Более объемным у нас. Пола у нас, конечно же, отсутствует. Ну, зачем ему пол? То есть, это нормально. Все так строят. То есть, поставил на игру. Как поставил, так и стоит. Главное, чтобы стояло. Дунем, плюнем, крепко смотаем скотчем, и нормально все будет. Хотя, вот, действительно, кто его знает. Может быть, и завод у нас как-то будет причастен ко всему происходящему в этой игре. Пока мы ничего не знаем. Полностью мы узнаем, конечно же, финальная версия, которая выйдет у нас летом этого года, уже 17-го. Так, пойдемте дальше у нас прогуляемся по территории. Посмотрим, что же у нас здесь есть еще интересного. Так, где-то я здесь пока бежал, видел какой-то домик. У нас горел свет в каком-то домике. По-моему, это был тот домик. Но у меня такое чувство, что это все-таки мой, скорее, дом. Так, у нас есть вот спереди какая-то часовня. Сверху можно зайти туда, посмотреть. Кстати, какой-то дом, где идет дым. Но это, знаете, это все-таки больше сделано, скорее, для антуража. То есть, вокруг, чтобы мир игры казался более живым. Я надеюсь, что там будет смена дней и ночи. Да, но по-любому будет. А, то есть, вот так, да? То есть, даже специально писали. Альфа-3. И школа. То есть, это, скорее всего, у нас школа, где, возможно, мы обучались. Либо там сын соседа. Непонятно, ребят. Я не буду строить какие-либо теории. Потому что, как я уже объяснил, вариантов масса, что может произойти. Что там, я не знаю, что там. В конце концов, это и мы можем оказаться соседом. И ребенком соседом мы можем оказаться. Куча-куча разных вариантов. Тем более, я почему-то более чем уверен, что разработчиков еще там, ну, не на 100. На процентов 90. Вот уже, в принципе, все разработано. Основная фишка, да, игры, скорее всего, у них готова. То есть, они, в принципе, то и знают, что будет в финальной версии. Но еще пока не полностью. Может, процесс разработки это такая штука, которая, как бы, очень длительная. Во время разработки всегда обменяется множество вещей. То есть, как знаете, недавно, например, анонсировали, когда Last of Us 2-й, кто-то там сделал уже, там, скажем так, какое-то предсказание именно по трейлеру. И все-таки негодуют. Блин, а нифига, если реально открыли главный секрет игры, даже еще не начавнего. Так, здесь у нас какая-то церковушка есть. Очень много реального строения. То есть, в принципе, можно даже начать верить, что через 15 часов, ой, что 15 часов нас все-таки чем-то займут. Но если постоянно будут улучшать один и тот же дом, то есть, все мы, кто смотрели Альфу, те, кто ее проходили, предыдущие версии, мы ее пройдем, конечно же, намного быстрее. А потом нам просто не в чем будет играть, скорее всего. Так, ладно, в церковь мы сходили. Что у нас есть? У нас есть три уже 100% места. Это больница, супермаркет и школа, которые, скорее всего, так или иначе будут задействоваться где-то либо, грубо говоря, в кат-сценах каких-то, то есть, в роликах в игре, либо будут задействоваться именно, будут геймплейные возможные элементы в них. То есть, там будем ходить, что-то делать. Допустим, даже мы можем вспомнить, как, помните, в Альфа-1 там была мини-игра, где нужно было спрятаться просто от соседа в шкафу. То есть, ну, почему бы и нет. Тем более, у нас еще не сделан совершенно подвал. А подвал, я почему-то, думаю, 100% будет. То есть, еще добавить там несколько часов геймплея. То есть, допустим, вы дошли до подвала, там вы сохранились и пошли дальше. Так, мне кажется, мы сделали полностью круг по нашей территории. Может быть, конечно, я что-то пропустил. Но мне почему-то кажется, что полностью мы все обошли. Потому что, да, вот она, эта водонапорная вышка, которая была с противоположной стороны, откуда мы пошли. Да. Вот у нас находится супермаркет там. Так. А вот что-то... А, ну там, где у нас надпись Welcome to Alpha 3. Да, и вот мы пришли к дому соседа. Давайте сейчас. Блин, да что ж ты бьешь-то так постоянно возле дома соседа? Не пугай меня, я и так немножечко пуганный, блин. Что ж ты так делаешь-то? Так, ладно, бежим. Где-то, по-моему, еще что-то горело. Хотя, мне кажется, что, в принципе, мы сейчас обошли все локации, все, которые именно находятся вне. К простым домикам, я думаю, у нас интереса совершенно никакого нет. Потому что, ну, они стоят и стоят. Они просто есть для того, чтобы были. А вот, главное, вот эти важные вещи, видите, то есть в них горит свет. То есть, мне кажется, разработчики даже специально это все оставили. Они стали вырезать, чтобы такие, как мы, любители этой игры, то есть, делали какие-то догадки, пытались догадаться, что же все-таки в этой игре, что и как произошло. Так, надпись Альфа-3 там. А что тогда там был за светящийся дом? Я что-то немножечко, ребят, все-таки запутался. Сейчас добежим туда, посмотрим. Как по мне, я вообще сидел бы и снимал хоррор. Ну, может, реально, игра пройдена. То есть, ну, если у вас вызывает дикий интерес, я говорю, конечно же, напишите. Кстати, спасибо, Leo22, за то, что оставил комментик на моем канале. А, ты крутой чувак. Тем более, спасибо, что смотришь мои хоры. Так, все, мы застряли где-то, блин. Надо... А, блин, обалдеть. Да, к такому меня судьба точно не готовила. Ладно, мы вылетели. Так, а вот это что за окошечки? Что-то я не могу это припомнить. Это, наверное, у нас находится все-таки госпиталь, либо школа. Хотя школа была там, это, скорее всего, госпиталь у нас. Если я ничего не путаю. Если. Да, да, это у нас школа. Все, ребят, мне кажется, все полностью, все локации пробежали. Все посмотрели. И с понравился видосик, конечно, не забудьте поставить лайк. Рассказать какие-то фишки, о которых вы знаете. Может быть, вы нашли что-то такое, о чем не обязательно нужно узнать. То есть, если хотите еще увидеть ролик, то, ну, соответственно, пишите коммент. Потому что в следующем, я думаю, можно просто взять с читом полностью, излазить весь дом, везде посмотреть какие-то секретные места. Непонятно, где мы до этого не были. То есть, именно поэтому в этом ролике я бежал все вокруг, чтобы больше сюда уже не возвращаться, так как уже было все видно у нас. Так, а это что у нас спереди за дом на горе? Что-то я не сильно припоминаю, чтобы я к нему бегал. Хотя, да, вот он, завод у нас справа. Вот он у нас. Да, это, скорее всего, у нас все-таки госпиталь. Все, мне кажется, больше интересных мест здесь точно у нас уже нету. Потому что, ну, реально, все пройдено, все оббегано. Тем более, вы давно, ребята, это уже видели. Я более чем уверен у вас, потому что вы у меня крутые подписчики. Вы всегда заходите, везде ищите инфу. Кто-то мне постоянно что-то скидывает. Спасибо, ребят, всем, кто меня, кстати, поздравлял с ногоном и так далее. Я просто был немножко занимался своими делами. Вот, наверное, давайте на этом госпитале все-таки и закончим наш ролик. Спасибо большое, Наталья Скопцева, за то, что подписалась на канал. Все, ребят, всем удовольствием. Пока, всех наступивших с прошедшими праздниками. Надеюсь, что вы все круто отдохнули. И теперь будет выходить, конечно же, больше роликов. Ну, я, как всегда, это говорю. Потом опять пропадаю на пару недель. Но я думаю, что в этот раз это все-таки так не произойдет, ребят. Поэтому давайте увидимся. Если ждете, ждете следующего ролика, ролика, лолика, говорю. Ну, если ждете, хорошо, даже следующего лолика, то не забудьте поставить лайкосик. Подписаться на канал. Ну, и написать в комментах, что именно вот, что ждете, что хотите увидеть. Все, ребят, давайте всем удовольствием. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. По-прежнему живой, на удивление. Давайте, увидимся. Если понравилось видео, жми подписаться, будь мужиком, жми на колокольчик, жми на эту галочку. Тогда ты будешь узнавать обо всех новостях на моем канале. Не забывай, ты мужик, либо ты мой лучший подписчик. Жми на лайк, 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 лайк видео. Оставляй, оставляй комментарии. Пиши что-нибудь, пиши, Леха, ты классный. А теперь совсем немножко рекламы. Вокруг вы увидите несколько окон с разными моими новыми видео. Жми!